Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Вот это 35-й раз подряд встречаемся. А что может быть проще? Когда выросло довольно солидное по весу растение, он его выдернул из горшка, а перед посадкой горшок был взвешен. Как там у тебя, Ганчикина? Он был взвешен. И когда выдернули, ну, наверное, очистили корни от этих же самых, от земли, земля все осталась в горшке. А солидный с корнями был выдернут. А земля в горшке? А солидный с корнями? А земля в горшке вся. Включая та, что была на корнях до этого. И взвешено. Потери составили, весомое, это самое, мизерное, там речь стало о граммах. Так. Буквально там, разница практически незаметна. То есть, при том огромном, не огромном, но очень крупном растении в горшке осталась земля практически нетронутая. Взвесили, вот, скажу примерно, соотношение веса растения и потерянной земли. Все-таки немножечко земли исчезло куда-то из горшка, перешло в это. Тысяча к одному. И вот тогда-то наука и поняла, что все практически, одна тысячная только из земли, остальное из воздуха. А что там в воздухе, вспоминаем? А? Азот, который мы купаемся в азоте. Вы знаете, что это? У нас атмосфера некислородная, азотная. Только он нейтральный. Вот. Для чего нужно растение? Перевести эту. С помощью фотосинтеза. Что, лекции дальше читать? Это самое, поглощение углекислого газа, получение кислорода. А дальше идет это, то, что называется телом самого растения. Все это получается в сумме. Перевод азота из нейтрального состояния в рабочее. Вот куда она показывает пальцами? В азот, который стал каким? Он стал каким? Он стал съедобным. Я уж так образно выражаюсь. Понятно. Вдруг Ганечкина поймет. И вот, значит, этот снимок таким может пригодился. Три покоса, четыре за лето. Один уже сделан. Так. И в результате получилось следующее. Получилось, что вся трава, как вот она легла, жирная, так и лежит. Здесь же рядом, за оградой, трава в три раза ниже. Там все ее косили и вывозили. Ну, точно как бы это самое, кормить корову. Но обратно никто не возвращал в виде перегноя. Еще можно, можно. Ну, скажем, есть такое понятие эстетика. Им кажется, что это красиво. Когда вот так вот, что теперь газончик будет, то все. Так вот, значит, за забором трава в три раза хуже. А у меня же постоянно урожаи почти каждый год. А почва не беднеет. А я ее много лет не удобрял. А я ее не поливаю. А она это самое. А за забором травы, она настолько жидкая и жалкая. Потому что ее косят и увозят кормить корову. Далее. Когда я хозяйчивал на острове, я это еще раньше, впервые я в своей жизни заметил. Вот. У меня, ну, я вам показывал прекрасный вырожай из острова. Ну, уже даже после пожара. Но у меня всегда трава замучила тем, что она росла до пояса. А за забором там косили, косили, косили и вывозили. Вот. А она-то не знает этого. Даром, что кандидат. Вот. И получилось так, что 999 частей. Вот они, вот они. То есть, я не только утверждаю, что когда трава растет, мы скосили. Мы освободили, естественно, что тут же она перестает мешать другой траве. То есть, может, в этой же траве, но какие-то росточки в середине лета появляются, даже в осени, помните. И получается, что плодородие почвы не уменьшается даже с обильным урожаем. Каким урожаем, вы знаете. И получается еще что? Я практически отказался от полива и прочее, прочее. Вот, видите, вот такая длинная речь. Вот. Мне говорят, что это самое, нельзя так жестко люди говорить. А вы не убивайте деревья. И, наконец, я скажу следующее. Я еще не все сказал. Не бывает абсолютных технологий. Все это я сказал здорово, красиво. Господа, друзья садоводы, поймите меня правильно. Значит, когда дерево болеет, я вынужден делать то, что называется исключение из правил. Вот, возможно, и она скажет, ну, про меня тут столько плохого наговорил, а теперь мою пользу. Я хочу быть объективным. Здесь, раз больное дерево, здесь действительно перевес, они же угробили это дерево, да? Вот. А в листве, везде, всюду, в коре, везде и вокруг дерева повышенная концентрация уже вредных вещей. То есть с ними не справляются полезные. Не справляются. Вот тут действительно и тли может быть много. И муравьи будут ползать, которые она ненавидит и убивает их этими. Прямо как целыми муравейниками. Значит, делюсь опытом. Страна огромная. Только сейчас пришло письмо. В Иркутской области погибло два культурных абрикоса. Эти сыновья манджутцы, как я понял, стоят невредимые. А два культурных сенцы на месте выращены погибли. Но культурные. Вот. И сорт уже забыл. Хотя все это не читал. Главное, это я о чем хочу сказать. Везде, еще раз, нигде не могу гарантировать, что в любом месте, тем более культурные абрикосы по Сибири будут плодоносить. В Томской области письма были. Два-три метра снег. Самому не верится. Это же, получается, если избушка одноэтажная, она должна только труба торчать. В таком виде. Тюмень тоже огромный снег. Ну, ладно, там где-то в Кемеровской области пониже, Краснодарский край, юг. Хакасия тут вообще бывает, что снега нет. В Иркутской области тоже многие жаловали, снега мало. Ну, так вот, значит, что? Надо выбирать оазисы. Что такое для меня оазисы, что такое для меня? Еще раз. Вот. Микроклимат. За плотинами незамерзающие реки, вот там, где в Кемеровской области, если кто-то бы хотел иметь абрикосы, всегда вокруг этих незамерзающих рек, ниже плотины, там Ангара, у нас Енисей, а где-то еще Енисей, там Краснодарская ГЭС, а еще таких ГЭСов полно, везде ниже незамерзающая вода зимою, вот. И микроклимат, и еще крутые берега, настолько крутые, что абрикос только спасибо скажет, если посадить его на склоне, особенно на западном, на южном. Далее, это один момент. Второй момент, просто южные склоны, это уже дает прибавку. И тысячи, какие тысячи, у нас в стране найдется несколько миллионов участков, даже не дачных, а пригороды, одноэтажная Россия, вокруг каждого города, где температура на 50 градусов выше, чем где-то там в степи. Вот, кстати, вот здесь вот, когда вот здесь показываю минус 44, у меня...